АРХИС-24 Вам заниматься тем, чем сегодня я занимаюсь. Откровенный разговор. Рашид Тимрезов два часа беседовал с активистами молодежных объединений Корчаво-Черкесии на площадке клуба «Бизон». Ваши данные могут оказаться в руках взломышленников. Хакеры атакуют. За минувший год в России интернет-взломщики совершили 4 миллиарда сетевых атак. Как простому человеку выйти из зоны кибер-риска? Архыз зовет на лыжи. Курорты Северного Кавказа объявили об официальном старте зимнего сезона в поселках Романтики и Лунная Поляна. Глава Республики Рашид Тимрезов поздравил Мустафу Батыева с назначением на должность госсоветника Корчаво-Черкесской Республики, впервые учрежденный указом главы Корчаво-Черкесии. Напомним, что Мустафа Батыев с 2003 по 2008 год занимал должность руководителя региона. И по словам Рашида Тимрезова, его практический опыт управленческой и общественной деятельности, глубокие знания по широкому кругу экономических и социальных вопросов будут востребованы и полезны в новой должности. Откровенный разговор с молодежью. Глава Корчаво-Черкесии Рашид Тимрезов по приглашению лидеров клуба «Бизон» встретился с активистами республиканских молодежных общественных объединений. В течение двух часов глава региона в дружеской беседе обсуждал с молодежным активом самые разные вопросы, включая социально-экономическое развитие республики, трудоустройство молодежи и патриотическую работу. А началась встреча с экскурсией по клубу. Подробности в нашем сюжете. С этого спортзала, собственно, и началось становление клуба «Бизон». Сейчас тут постоянно занимаются несколько десятков юношей, а по выходным бесплатно ходят дети из малообеспеченных семей. Рашид Тимрезов, осмотрев клуб, заметил, что в юности занимался в таких же залах. У нас с детства было в таких подвалах, даже не в таких помещениях, а в подвальных помещениях, в пятиэтажах. Мы сами тоже оборудованы, сырость, темно. Но то, что вообще сама идея вот такая у вас, она вообще классная. Надо будет вам тоже что-нибудь подарить из спорт инвентаря. На втором этаже клуба занимаются киберспортсмены и молодежные музыкальные коллективы, сходу продемонстрировавшие главе региона свои таланты. А в самом большом помещении клуба Рашида Тимрезова уже ждали активисты молодежных объединений Карачаева-Черкесии. В формате дружеской беседы глава обсудил с ними целый ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития республики, взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями и патриотического воспитания. Сам клуб «Бизон» реализует сейчас проект наставничества, поэтому один из первых вопросов в главе был о роли наставников в его жизни. «Наставником по жизни является мой отец, это 100%, ну как бы и в детстве, и в юношестве, и даже во многих вопросах сейчас. А так я считаю себя таким счастливым человеком тем, что вот по жизни у меня было очень много людей, которые старше меня, опытнее меня, у которых я действительно многому научился». Еще один личный вопрос, что чувствовал глава Карачаева-Черкесии перед первой встречей с президентом России. Рашид Тимрезов ответил максимально искренне. «Обычно, когда идешь на встречу с президентом, ты идешь там с какими-то определенными просьбами, вопросами. Я как сейчас помню, что я тогда попросил Владимира Владимировича о том, чтобы он дал поручение Газпрому провести газ в Рубский район. Никто не верил в это, не отговаривали даже. Не надо, это пустая трата времени. Но спустя два года газ уже был в Рубском районе. Вот это первая встреча. Ему важно узнать, чем живет регион, какие вопросы, какие проблемы, какие успехи, чем смотреть на человека, который сидит там и половину может забыть. Это очень волнительно было». Еще один вопрос главе региона – как изменилась наша республика за последние годы. «В социальном плане у нас очень много, вы, я думаю, сами все это видите, и какое там неимоверное количество детских садов, школ, фапов, дороги как изменились у нас. Но я хочу сказать, что самое главное, что меняется, ну и наши люди меняются, молодежь наша меняется. И я еще раз вернусь вам через 5, 10, 15 лет, вам заниматься тем, чем сегодня я занимаюсь, тем, чем сегодня занимаются мои коллеги. Вам работать в районах, в правительстве». На вопрос, как глава справляется с грузом ответственности, которая лежит на нем, как на руководителей целого региона, Рашид Тимрезов ответил, что, будучи публичным человеком, чувствует постоянное внимание со стороны общества. «Я публичный человек, я высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Мой каждый шаг, мое каждое действие, оно вот под микроскопом. Всех. В первую очередь население. И для меня это очень важно. Это называется быть в тонусе. Ты понимаешь, что каждый твой шаг, он очень важен для республики. Он очень важен для дела. Ты еще понимаешь, что у тебя есть ответственность и перед руководством нашей страны. Ты сегодня наделен такими полномочиями. Это действительно для меня большая честь, да, быть сегодня главой региона. И все, что в моих силах, делает во благо и развитие нашей республики». Кроме личных вопросов, у молодежи был целый ряд свежих идей, которые глава охотно поддержал. Например, организовать массовое мероприятие по итогам года добровольца, отметив самых активных участников благотворительных и волонтерских проектов. Прощаясь, Рашид Тимрезов поблагодарил молодых людей за их работу на благо республики и предложил проводить подобные встречи как можно чаще. Под Черкесском завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов, куда в течение 20 лет свозился мусор со всей республиканской столицы. Восстановить экологический баланс на этом участке помогло его включение во всероссийский проект «Чистая страна». Сама рекультивация полигона рассчитана на два года и поделена на несколько этапов. Первый – подготовка и защита проектной документации. Второй этап – захоронение отходов, подготовка ландшафта, засыпка ям и траншей. Биологический этап – это завершающая часть рекультивации. Она предполагает очистку грунта, озеленение и специальные работы по улучшению состояния почвы. Все это в сумме и позволит минимизировать вредное воздействие бывшего полигона на окружающую среду. Это задача очень важная для страны. Это задача, которая поставлена президентом и правительством Российской Федерации. Нам никуда от этого не деться. Мы будем тоже выстраивать инфраструктуру по обращению с отходами. И хотелось бы очень, чтобы население это тоже понимало. Подземное захоронение мусора будет разлагаться не один десяток лет. Но вреда природе уже не нанесет. Чтобы собрать выделяющийся из него метан, тело полигона накрыли водонепроницаемым экраном, под которым выведено 17 скважин, подсоединенных к печке дожига. Одновременно экран не позволит проникать вглубь захоронения дождевым водом, что могло бы привести к загрязнению подземных вод. К слову, в ближайшие несколько лет в республике планируется рекультивация свалок в Зеленчукском, Карачаевском и Малокарачаевском районах, а также хвостохранилище Урупского ГОКа. Программа нацелена на то, чтобы окружающая среда была экологически чистая. Это будущее наших будущих поколений. Поэтому мы сейчас должны принимать меры не по недопущению засорения. Карачаево-Черкесскому институту повышение квалификации работников образования исполнилось 75 лет. Ежегодно там проходит обучение до 5000 педагогов нашей республики. И очередной юбилей института его руководство решило отметить научной конференции, посвященной инновациям в образовании. Подробности в нашем сюжете. Институт повышения квалификации педагогов был открыт в Черкесске в суровом 1943 году. Республике тогда остро требовались квалифицированные учителя взамен тех, кто ушел на фронт. С того момента прошло 75 лет, и к своему юбилею институт приурочил научную конференцию по подготовке педагогических кадров. Проводится повышение квалификации. Это курсы повышения квалификации, семинарские занятия. Все те нововведения, которые проходят в системе образования, вводятся в систему образования, они, в общем-то, проходят через нас. Особое внимание институт уделяет языкам народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Можно сказать, что преподаватели РИПКРО стоят на страже вековых традиций национальной речи. В этом институте, говоря о национальных языках, мы здесь готовим для школ образовательные программы, готовим для школ учебники, учебно-методические пособия и многое другое. Вот все, что мы здесь делаем, идет напрямую в арсенал школы. Курс повышения квалификации здесь ежегодно проходит до 5000 человек. За многолетний вклад в развитие системы образования Карачаева-Черкесии педагоги института были отмечены почетными грамотами Министерства образования и науки КЧР. В этот праздничный день, уважаемые коллеги, особенно коллектив Республиканского института повышения квалификации работников образования, позвольте пожелать вам новых профессиональных успехов и достижений, новых научных достижений и, конечно, новых открытий. Спасибо за вашу работу и спасибо, что вы есть. Каплан Барлаков, Заурлиев, Архыз, 24. Приобретение, хранение, ношение и использование огнестрельного оружия – все это находится на жестком контроле госорганов. Но при соблюдении ряда требований каждый гражданин России имеет право приобрести оружие в личное пользование на законных основаниях. А если к тому же воспользоваться электронным порталом госуслуги, то процедура получения лицензии станет проще и быстрее. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Куда обратиться, если вы решили приобрести оружие в личное пользование? В нашем регионе подобными вопросами ведает Центр лицензионно-разрешительной работы. Это специальное подразделение Росгвардии, которое предоставляет госуслуги по приему от граждан соответствующих заявлений. У нас имеется на сегодняшний день 9 подразделений, которые осуществляют государственные услуги по приему от граждан заявлений на право приобретения, хранения, хранения, ношения, использования оружия. Кто же сегодня имеет право на приобретение огнестрельного оружия? Это обязательно гражданин России, достигший 18-летнего возраста, в отдельных случаях даже 21 года. К заявлению необходимо приложить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний и результаты токсикологической экспертизы. Если человек был судим за умышленное преступление или на него был наложен административный штраф за нарушение общественного порядка, или же он употреблял наркотические средства в немедицинских целях, лицензию ему точно не выдадут. Остальным, если они приобретают оружие впервые, необходимо будет пройти специальные курсы. Все документы можно подать в электронном виде. На сегодняшний день 88% предоставляет заявление через единый портал государственных услуг, то есть в электронном виде. Единственное, если гражданин подает заявление и прикладывает скан копии документов, мы можем приступить к рассмотрению заявления, и потом при получении он может представить оригинал документа. Помимо выдачи лицензии физическим лицам, это подразделение Росгвардии работает и с юридическими лицами, а также с частными охранными структурами. В этом случае процедура будет немного отличаться, в том числе более жестким контролем и ежемесячными проверками исполнения норм хранения и использования оружия. КЧОП устраиваются при наличии удостоверения частного охранника, которое получают после обучения и сдачи квалификационного экзамена. Затем охранники проходят ежегодную проверку на доступ на допуск к оружию и, соответственно, охранники с четвертым разрядом на допуск к охранной деятельности со спецсредствами. Всего сейчас в Карачаево-Черкесии под контролем Росгвардии находятся 25 частных охранных предприятий. А в общей сложности на законных основаниях в нашей республике огнестрельным оружием владеют 21 тысяча человек. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архиз-24 Внимание! Вас атакуют хакеры. И это не преувеличение. Только за этот год в России было совершено более 4 миллиардов киберпокушений на информационную инфраструктуру. И, конечно же, наличные данные простых граждан, включая номера и коды кредитных карт. Как защитить свой компьютер или телефон от взлома? Что делать, если ваши персональные данные утекли во всемирную сеть? На эти вопросы ответит наш корреспондент Юлия Житная. Поиск уязвимости в антивирусной системе, подбор пароля, запуск шпионской программы. И вот вся информация с вашего компьютера в руках удачливого хакера. Такое, к сожалению, бывает не только в кино. Мастерство компьютерных взломщиков растет не по дням, а по часам. К счастью, кибербезопасность также не стоит на месте. Для защиты от взлома в большинстве случаев достаточно следовать нескольким простым правилам. Например, устанавливать приложения только из официальных источников, которые отвечают за безопасность своих программ, так что шансы подцепить заразу там гораздо ниже. Если у смартфонов тут все просто, Play Market и App Store к вашим услугам, программное обеспечение к домашнему компьютеру придется специально искать на просторах интернета. Но обычно хакеры не ждут специального приглашения. Наоборот, сами активно просятся в гости. Не доверяйте сообщениям, которые приходят от неизвестного источника, будь то смс на телефон или письмо на электронную почту. Чаще всего жертву заманивают получением приза, но зачастую получают вместо него вирус на свое устройство. Поэтому так называемый спам лучше сразу удалять и, естественно, не переходить ни по каким ссылкам, которые там указаны. Часто хакеры встраивают вирусы в популярные платные программы и распространяют их бесплатно. А взломав ваш компьютер, получают доступ к личным фотографиям, документам и даже банковским счетам. Но чаще всего атаки подвергаются серверы крупных интернет-компаний. И если вы хотите минимизировать утечку критически важных для вас данных, не размещайте их в так называемых облачных хранилищах. Несмотря на то, что создатели того или иного облака гарантируют защиту ваших персональных данных, ваши фотографии, они тоже так же могут быть взломаны. И в этом случае они не будут виновниками, они будут потерпевшими. И вы ничего не сможете сказать им, когда ваши данные начнут использовать против вас или когда с ваших карточек пропадут деньги. Всегда имейте на своем компьютере антивирус и фаервол с обновленными базами. А вот на смартфоны антивирусные программы устанавливать не стоит. В большинстве случаев они не способны продемонстрировать приемлемый уровень защиты. И последнее. Не используйте публичный Wi-Fi. Ведь подключившись, ваш телефон автоматически дает доступ к некоторым вашим данным. И этого достаточно для хакеров, чтобы завладеть данными на вашем телефоне. Соблюдая вышеперечисленные правила, вы сможете обезопасить себя от кибератак на 60, а то и на 70%. Если же вы пренебрегаете этими советами, то автоматически становитесь легкой добычей для хакеров. Юлия Житна, Олег Молхожев, Роман Баюра, Архис, 24. Они знают, что такое безопасность на производстве. В Республиканском доме правительства состоялось вручение наград победителям конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». На суд жюри было представлено 428 работ, из которых в итоге были отобраны победители в четырех номинациях по двум возрастным категориям. Сам конкурс стартовал в ноябре. А его организатором выступило Министерство труда и соцразвития Карачао-Черкесии. Цель – сформировать у подрастающего поколения понимание значимости безопасности труда. Кстати, рисунки победителей конкурса будут выставлены на общероссийской неделе охраны труда в Сочи. Рисунок показывает то, что люди делятся на два типа людей – на хорошие и на плохие. Там, где была серая сторона, это были плохие люди, то, что они мусорят и все тому подобное. А где была светлая сторона, это были добрые люди, они творят добро. Решил принять участие, мне в этом помогла мама. И отправил картину на это мероприятие. Занял первое место, это для меня значит многое, то, что я смог это сделать. Думаю, что буду продолжать принимать участие в таких мероприятиях. В этом году тоже рисунки победителей будут направлены тоже в город Сочи на неделю охраны труда. Поэтому внимания к этому конкурсу очень много со стороны федерального центра, со стороны республиканских органов исполнительной власти. Долгожители встречаются во всех странах. Но существуют отдельные регионы, где их больше, чем в среднем по планете. Лидирует в этом списке, безусловно, Кавказ. А наша родная Карачава-Черкесия – признанный российский рекордсмен по числу долгожителей, в списке которых значится и Рамазан Эркенов из аула Кызыл-Октябрь, который на прошлых выходных отпраздновал свой 90-й день рождения. В чем же секрет кавказского долголетия? Наш корреспондент решила лично задать юбиляру этот вопрос. Все слова мои сегодня для тебя, родной мой дед. С днем рождения поздравляю, ты прожил уже много лет. В этот праздничный день все поздравления и теплые слова адресованы Рамазану Джангаровичу. И не только от родных и близких. Торжественное поздравление отправил ему и президент России Владимир Путин. Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя ваших созидательных целей. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Рамазан Джангарович родился в 1928 году в Нижней Тиберде. Затем переехал в аул «Красный Октябрь». В 14 лет вместе с другими карачаевцами был депортирован. Те страшные события навсегда остались в его памяти. Два солдата с двух сторон и я посередине сидел. Я смотрел по сторонам и ждал остановки в Красном Октябре. Ведь они сказали, что остановят там, чтобы нас высадить. Сначала мы проехали Кардоник, потом ехали мимо Красного Октября. И тогда я постарался выпрыгнуть из поезда. Но солдаты меня сразу схватили и не дали мне выпрыгнуть. Ударили меня и сказали, куда ты бежишь, молодой бандит. Спустя годы, вернувшись в родные края, Рамазан Жангарович пошел работать в колхоз «Горный». Трудился там до самой пенсии – до 1988 года. Одна из отличительных особенностей Рамазана Эркенова, по словам его близких, – это трудолюбие. Для своих детей и внуков он всегда был примером для подражания. Я, например, пример брал у него. В горах мы всегда вместе были. Как он это работал, все это мне очень приятно было, как он это делает. Я не помню, что он злился. Он очень душевный человек. Всегда учит чему-то, отправляет, исправляет все ошибки. К слову, в доме Эркеновых так многолюдно не только по праздникам. Эта большая семья часто собирается без особых поводов. Разговоры по душам, просмотр старых фотографий и, конечно же, воспоминания и интересные случаи жизни. С его младшей строй мы ровесники вообще. И у него было к ней пожелание такое, говорит, хочу увидеть твое столетие. Ну, мы постараемся, чтобы он увидел наше столетие. Позитивный, веселый, чистый, чистоплотный в душе. Очень приятно. Ему всегда хочется к ним приходить, общаться. С улыбкой встречает. Очень добрый. Несмотря на почтенный возраст, Рамазан Жангарович всегда в бодром расположении духа. А рецепт долголетия и юбиляра, по его собственным словам, очень прост. Жизнелюбие, неустанный труд, любовь и забота о родных и близких. Юлия Житна, Роман Баюра, Архыс, 24. И в завершении выпуска. На курорте Архыс официально стартовал горнолыжный сезон. В этом году он начался на две недели раньше обычного. Впрочем, погода в горах стоит морозная и солнечная. Туристов много и только за первый день нового сезона было продано более тысячи скипасов. Уже открыты три трассы и детский траволатор в туристической деревне Романтик. Запущены канатные дороги Млечный Путь и Спутник. А в Лунной Поляне заработал подъемник Лунный Экспресс. Также продолжается оснижение и подготовка к катанию остальных горнолыжных трасс. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия. И на нашем канале Архиз 24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова